У нас в гостях очень интересный человек, это Катя Форс, я за ней уже давно наблюдаю, она такой один из эзотерических лидеров российских, делает огромные конверсии на вебинарах, у нее свои продюсерские проекты, свой личный проект, где она сама преподает, и она такая женщина, можно тебя назвать женщиной-войном? Ну, думаю, да. Я это стараюсь в себе искоренить, но это есть, да. И как раз вчера я про себя думала и называла себя солдатом. Ну окей, то есть у нее интересный бизнес-подход, у нее успешная онлайн-школа, она занимается продюсированием, и наша сегодня задача – это понять, как она это делает, и вытащить из нее максимум конкретики, подробностей и схем. Мне тоже интересно понять, как я это делаю. Давай дадим пояснение слушателям. Ты преподаешь… Эзотерику, ну да, эзотерику. В частности, прямо сейчас у меня больше сконцентрировалось, так как эзотерик – это невероятно широкое понятие, и тоже мне очень смешно, когда мне пишут какие-то вещи про астрологию. Я в этом вообще не бум-бум. То, чем я сейчас занимаюсь, это я изучаю разные медитации и именно систему управления мозгом. То есть вот как можно с помощью своего мозга, концентрации, силы мыслей и так далее и тому подобное влиять на свою жизнь и на себя, собственно, что мне удалось делать со своей жизнью, лично со мной. Наверное, больше, не знаю, трех или четырех лет у меня был кабинет в Москве с частными приемами, да, все дела. И потом меня стали… Я не думала, что я буду вообще преподавать. Вот, потом меня стали упрашивать. Пришлось получать вот эти вот всякие там лицензии и так далее и тому подобное, начать преподавать. Вот, потом просто преподавание стало больше, чем, собственно, самих консультаций. Я ушла в онлайн и, ну, вот так вот стала просто изучать, как сделать так, чтобы просто там обо мне и о том, что я преподаю, что я несу, узнала больше людей. Ну, вот как бы так я стала заниматься этим. По сути, тренер, ставший предпринимателем. Можно так сказать, да? Потому что сейчас у тебя уже больше продюсерские модели. Да, да. Сейчас я сильно больше занимаюсь именно предпринимательством, бизнесовыми темами, там, цифрами. Ну, круто. Какая у тебя сейчас бизнес-модель? И какие сейчас примерно цифры ты делаешь? Так, ну, смотри, по бизнес-модели сейчас я вообще, то есть я так много работала за предыдущие три года пока в интернете, становилась, я реально, я просто, ну, я пахала, как кони. То есть я работала по 16 часов в сутках, без выходных, без отпусков, это было очень тяжело. Именно как терапевт? Нет, я и преподавала, и консультации вела, и бизнес уже, да, и бизнес уже как бы, бизнес, вот, поднимала. Вот, поэтому в начале этого года у меня было такое, что все, типа, я больше не хочу никого принимать, ни преподавать, ничего. То есть у меня была вообще идея о том, что я полностью уйду как преподаватель и буду заниматься только бизнесом. Потом я более-менее отдохнула и теперь как бы переосмыслила и стала возвращаться. То есть я поняла, какие вещи можно автоматизировать. Ну, чтобы продолжать преподавать дальше. Соответственно, получается, остаюсь я, вот, как а-ля глава школы, Форс Эмпайр, назвала Форс Эмпайр, да, потому что, чтобы просто не привязываться точно к своему имени, вот, потому что, вот, например, Вот, например, ну, примерно, да, да, Форс Эмпайр, ну, вот, и сейчас, например, планируем, сейчас активно уже обсуждаем, осенью будет запуск франшизы. Потому что мне уже давно просили франшизу и за рубежа тоже просили франшизу. С этим пареньком из мастер-майна, да? Да, да, я прям очень рада. То есть, как бы, у меня уже много было к этому готово. Вот завтра с ним встречаемся. В обед уже, уже конкретно разбирать эту тему. Вот. Сколько сейчас оборотов в бизнесе? Ну, немного, примерно от полутора до двух где-то. Но это, я упала по сумме, потому что я перестала сама преподавать вот эти буквально полгода. То есть ничего такого яркого я запуска, я за полгода ни одного запуска не сделала. Вот. И так как занимался автоматизацией и позволил себе хотя бы немножко спать и отдыхать. Ну, то есть, как бы, бизнес зарабатывает столько, сколько нужно, там, для самоокупаемости, грубо говоря, там, и для обычной нормальной жизни. Ну, вот. И плюс у меня, я же в прошлом году осенью купила Maybach, и я давно мечтала о такой машине. Вот. И у меня, конечно, прям был сильный провал. То есть, когда ты достигаешь какой-то цели, о которой давно мечтаешь, после этого происходит какая-то переоценка. То есть, у меня была прямо депрессия, у меня была плата, наверное, месяца два. Я вообще была, я не понимала, куда дальше идти. Ну, смешно, да, но девочке в 27 лет самой заработать на такую машину, это, наверное, круто. На машине нельзя ездить быстро, если она не пришла 2000 км в обкатку, если она не потраховала с задним сиденьем. Вот сколько уже там обкатка? 11 тысяч. Ну, из 11 тысяч, дай хоть нам попытаться. Ну, и все, сделаем, обнай-нибудь в машину. Я не знаю, я ни в одной машине занималась сексом. Ни в одной. У меня всегда был комплекс из-за того, что я девушка, поэтому я взяла и купила себе мужское достоинство длиной 5,5 метра. Да-да, у меня есть малыш, который 5,5 метра, а не малышка. А как долго ты поставила цель, и к цели шла как долго? Ну, нет, я где-то весной поняла, что я больше не хочу рулить сама, вот, потому что, ну, 8 лет за рулем, и просто уже надоело. И хочется отдыхать или работать в это время, и не так тратить его. И я просто тогда поняла, что мне нужна машина с водителем. Стала выбирать машину с водителем, и думаю, а почему бы не взять самую крутую машину с водителем? Прикольно, что это Майбах именно. Она очень удобная, настоящая, это дом на колесах. Вот, и в принципе нет, после того, как я осознала, что это Майбах, я взяла там свою систему, то, чего я преподаю, только со своими уже фишками наработанными. Я просто взяла и за два месяца заработала на эту машину. Просто по моей системе эзотерической, то есть у меня там есть... То есть это не было там отложено, ты прям, прям... Ну, там было совсем чуть-чуть отложено. Поделись с нами, значит, ты вот поняла, что я хочу, ты хочешь, и через два месяца он появился. Ну, да, примерно так. Ты начала там бомбить вебинары, включила трафик, что делала? Или начала визуализировать их? И то, и другое. И то, и другое, да. Сколько Майбах стоит? Смешно. Нет, недорого, 10 лямов, 10 с копейками. Ну, то есть ты купила Майбах, используя запуски, да, и вебинары? Да, да. Просто там усиленно сконцентрировалась, сделала много продуктов. Да, ну, как бы, да, в этот момент я очень горжусь, что я, например, сделала вебинар, на котором у меня была конверсия. Я, ну, короче, почти 90 процентов. Вообще фантастически стоила. То есть 90 процентов людей купила? Да, вообще фантастически. Ну, нет, там есть своя, ну, как бы, нет такой прямо какой-то магии особой. Во-первых, у меня всегда были очень высокие чеки, то есть 50-70 тысяч курсы стоили мои. А тут я взяла и предложила сжатый мастер-класс трёдневный, который никогда раньше не проводила, за тысячу и 10 тысяч. Там два пакета с большим разрывом было. И, соответственно, как бы я за один вебинар просто там заработала 2 миллиона. Ну, вот. Просто, честно говоря, особо не напрягаюсь. Ну, то есть аудитория пришла, она думала, типа, что-нибудь снова будет такое задорого, а тут бас и такой подарок. Да, то есть, ну, причём я очень хорошо подготовилась, прям очень хорошо, я там раскрылась, рассказала свою там историю. Я уже который раз слышал, когда продаёшь что-то, что люди думают дорого, и ты готовишься, упаковываешься, потому что обычно то, что за тысячу рублей продаётся, оно так упаковано левой ногой. А тут ты упаковываешь что-то круто, и потом делаешь цену там 5 тысяч рублей, и люди думали 50. Да, зачастую я видел вот в неких автоворонках, прям в самом начале человеку дают оффер, дают продукт, скажем, там стоимостью типа 100 тысяч. Сразу как бы, что вот дорого, и он как бы, ну, не покупает. Да, зато потом его греют, 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 например, уроками, и там через 2-3 недели делают такой лонч, что типа уже не 100, там, ну, 50, но всего там 2 дня. Да, вот я сейчас так буду делать у себя на ТТ-хилинг, это оффлайновая тема, чисто, то есть там по лицензии нельзя её преподавать онлайн, но как бы неплохо, то есть у меня половину или даже 2-3 этих всех студентов прилетают ко мне, из других стран прилетают. Это интенсив курс ТТ-хилинга? Да, 7 дней подряд веду. Давай вернемся к бизнес-модели, к самому интересному для зрителей, то есть получается там 1,5-2 миллиона, а что, какая работает воронка, то есть это какой-то лид-магнит, уроки, да, как вот устроен у тебя сам бизнес-процесс, именно конвертации потенциальных реальных? Сейчас мы ещё только достраиваем и процесс будет долгий, вот вчера у нас была планёрка и то, что мы запланировали, то есть для того, чтобы связать все воронки вместе, всех тренеров связать, всех продуктов вместе связать и там друг друга перебрасывать, у нас получается ещё полгода где-то будет. То есть процессы реально очень глубокие, внутренние. Вот, пока что это такие разрозненные воронки, которые на меня идут, на ещё там на двух тренеров люди заходят. Вот, но всё на самом деле достаточно стандартно, как и во всех воронках, то есть там лид-магнит, полезняшка, вот, дальше приобретите продукт там за 70 рублей, который стоил 5000 рублей, там, да, три ваер, как все знают. Да, 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 потом там дальше серия писем с личной историей, с уроками, вот, знакомящиеся, и потом дальше типа, траля-ля-ля, приходите на вебинар. А вебинар живой? Вебинар живой, да, я, честно говоря, я ни разу в жизни у меня не было ни одного автовебинара, вообще ни разу, я не знаю, как они делаются, меня не учили их делать, и я немножко, наверное, как бы боюсь этого, вот, потому что всё-таки я знаю, что конверсия падает на автовебинарах, даже если люди не знают, что это автовебинар, но это моя ключевая компетентность, я много училась, как вести вебинары, то есть вот что-что, в этом я хорошо разбираюсь, то есть там вся система продажи, как там, на какой трафик, что лучше давать. Вот сейчас я девочке пишу, дописываю продажу, но я так предполагаю, что в идеале я буду писать, наверное, дни 10 её. То есть вот в идеально всё... Сценарий вебинара? Да, да, презентацию со всеми, там, болями, хотелками, с контентом, и так, чтобы не перекормить, там, и показать область незнаний, вот это вот всё, вот, ну и плюс, конечно, в принципе, я сама очень спокойный человек, я флегматик, но вебинары я веду, дай Боже, то есть там у меня настоящее шоу. Я там и орать могу, и плакать, и в дуделку дудеть, и там, и, то есть просто. Ты актёрскую музыку училась лету от природы? Наверное, от природы. Специально не училась, но я очень много смотрела. У меня... Сколько подписчиков в день? Ой, я тебе это точно не могу сказать. Ну, порядок. Потому что я не могу тебе сказать в день, но где-то на, там, на запуск, который раз в месяц, ну, там, немного, ну, тысячи две-три нагоняем. Две-три в месяц, да? Вот, да. По одной из воронок каких-то. Но, понимаешь, вот, например, я несколько этим, что ли, горжусь, что за прошлый год, когда я смотрела статистику потом в январе за прошлый год, оказалось, что на рекламу я потратила всего лишь миллион рублей. За год? За год. А выручка была почти 25. В год? Просто, да, просто очень высокая лояльность людей, очень-очень долгий цикл жизни клиентов. Высокие чеки тоже этому поспособствовали. Ну, вот, и вот сейчас я занимаю, именно мне пришлось отойти немножко от преподавания для того, чтобы заняться системой, для того, чтобы я могла уже трафик гнать постоянно. А раньше приходилось только от запуска к запуску, иначе просто так не будешь лить. Ну, вот, и сейчас вот это ключевая задача, то есть так все выстроить воронку, чтобы просто, просто трафик лился нон-стопом. Ну, то есть сейчас есть ли у тебя понимание того, что ты, например, там тысяч подписчиков зальешь, и с какой-то вероятностью к определенному сроку ты получишь столько-то денег, проинвестировав там столько-то? Я не думаю, до конца еще этого нет, но почему? Потому что у меня тренеры. То есть я тренерскую конверсию еще до конца, мы ее не отладили. У меня лично всегда за время работы в инфобизнесе было обязательно не ниже тысячи-тысячи трехсот процентов ROI. И я это добивалась всегда. За месяц? Ну, просто ROI. То есть если я залила, грубо говоря, сто тысяч рублей, то я знаю, что минимум миллион выручки я с этого сделаю. Внутри месяца? Ну, допустим, неважно месяц, я имею в виду просто по сумме. Вот сейчас я, в принципе, того же вот все воронки, что строю, я буду добиваться этого же. И с тренерами тоже, если в любом случае, если эти проекты не будут приносить больше миллиона, то я их как-то закрою, либо буду сильно думать. То есть мне понравилось, кстати, на Мастер Майнде, по-моему, Гудавлатов это сказал, что если проект приносит миллион, он убыточен. Его нужно что-то с ним делать. Почему? Ну, потому что миллион – это не деньги. Маловато будет. Маловато. Маловато будет. Такая логика. Ну, понятно. Окей. Получается, а какие твои самые крутые вебинары были? Ну, вот, собственно, наверное, тот, где я сделала 90% конверсии. Ну, это уже была подготовленная аудитория, которая была готова к другим человекам, да? Сколько людей примерно было на вебинаре? Тысячу сто. Тысяча сто. Из них 90% купили? Да, ну, да. Ну, я говорю, посчитайте, два ляма было в ручке. И в феврале этого года мы сделали типа как а-ля коллаборацию с Альфа и Омега. Вот, я выступила на их аудиторию, на аудиторию их партнеров, и было на вебинаре 2600 человек, и все эти люди были абсолютно холодные. И тогда я сделала в заказы 7 миллионов рублей. Вот, в заказы, да. И тоже, но я веду долгий вебинар, то есть я веду вебинар 5 часов. Вот, и все это время люди сидят и слушают. У нас с Игеном тот самый лучший вебинар 4,5 часа. У меня, да, удержание очень прямо сумасшедшее. И плюс там 5 часов, потому что где-то, наверное, 4 часа вещаю, и потом я еще их, там, если нужно, я еще там секретную комнату их увожу, где мы еще что-то делаем. То есть вот как бы buy or die. Вот такая система. И ты же там с тренером разговаривала, я говорю, слушай, ну тебе нужно быть эмоциональнее. Просто, ну как бы, не продается, нужно эмоциональнее быть. Она говорит, куда уж можно эмоциональнее, я говорю, посмотри мои вебинары. Она говорит, я показывала твои вебинары друзьям, и мне сказали, что я точно под наркотой. Вот так. Интересный отзыв. 7 миллионов в заказы, а в продаже? В оплаты было, ну, там, 4,5 или 5. 4,5 или 5 в оплату было? Да. Вот. Интересно. Ну, это была та же система, вот ты спрашивал меня, да, про эти, да, какой процент отдается. А, ну тебе половину там отдается партнерам? Вот. Там было так, что тоже 20 на 80. Причем, то есть, когда я тебе сказала, что... А, твои 20 получаешь? Да. Потому что я как тренер пришла. А, ничего себе, ты продала 5 миллионов и 20% забрала? Да. А курс, ты человек продавал свой? Свой же. И вот, в том-то и дело. И когда ты мне, когда ты мне сказал, что, да, удивился, может, ты опять удивишься на камеру? Значит, все же мягко. Ну да, но это видишь, на Западе же они забирают вообще 100% с первой продажи. Вот, если ты идешь к партнерам, то они 100% с первой продажи заберут. Ну, тут вопрос продукта. Если продукт на 50-70 тысяч рублей, который нужно долго отрабатывать, а если с Tripwire, то, конечно. Ну, там не совсем Tripwire, то есть у западников у них там 2 тысячи, там долларов примерно первичный продукт, или там около тысячи-две, и потом уже за 5-10 ты уже зарабатываешь. То есть они вот с первого продукта ничего не зарабатывают, отдают просто запасы. И трафик дорогой, да, и они готовы хоть. Да. Ну, не знаю про Запад, я сама тоже думаю про Запад, у меня неплохой английский язык, но вот тоже на Мастер Маде, как сказали, что если ты идешь на Запад, ты типа херишь в Россию, и наоборот. Почему? Ну, что можно типа либо там, либо там. А, ты что, тебя просто не было на третьем дне, вот, и там Наталью Захайм разбирали, и она вот типа... Ты просто статус теряешь? Ну, нет, что ты не можешь сидеть на двух стульях. Ну, либо ты там, либо ты там. Просто если у тебя оффлайн есть, просто если ты на автовороночке полной, автокурсах, то да. Ну, да, да, да. Весь вопрос, что как бы ты в образовательном проекте как предприниматель или как тренер. Да. Вот, если ты как тренер, конечно, ты выдыхаешься, а если как предприниматель, то можно. Ну, и на тему этих 20-80, с которыми я со своими тренерами работаю, для меня тоже был такой показательный момент, то есть, что я не работоделец, и как бы у меня тренеры вообще просто, я не знаю, в ус не дуют. То есть, я надо скорее как мамочка. То есть, за вот эти 80% я делаю все вообще, вплоть до чуть ли не до покупки одежды. У меня там девочка на съемку захотела стилиста, пожалуйста, тебе стилист. Стилист-костюмер, пожалуйста, тебе стилист-костюмер. То есть, вообще вопросов нет никаких. Вот, там на тебе баннеры, на тебе свет, на тебе новую там камеру, на тебе все. Ну, вот, естественно, как бы я обошляю. Вот, и плюс специально я считаю, что есть же другая система, когда, например, вычитаются все расходы, и потом, как бы, прибыль делится пополам. Но для того, чтобы вычесть расходы, нужно это все показать тренеру. А я считаю, что тренер, особенно девочки, не должны лезть в цифры. Вот, и мне зачем знать, сколько там получает, там, там, project-менеджер. А, ты плачешь 20% с обороты просто. Да. А, ну так это много даже. Ну, вот, да, конечно. Мы обычно платили 15. 15, да. Ну, вот, да. И то 15. То есть, ты еще щедрая, да? Я вообще, я очень щедрая. Да, это реально много. А ты экспертов как выбираешь, которых ты продюсируешь? То есть, ты, получается, ты продюсер сама себе, ты сама себе эксперт, и еще ты продюсер другим экспертом. Ну, да, например, вот одна девочка, обе девочки, они мои, получается, ученицы были, просто у них реально очень классный продукт, очень классный. И оказалось, что люди очень хорошо реагируют и на них, и на продукт. Вот, и вместо того, чтобы мне сидеть на всех стульях и преподавать все подряд, какой смысл, да? То есть, ты часть своей методологии сказала, девчонки, ведите? Ну, примерно так, да. Я вам обеспечиваю трафик и технологии, и инфраструктуру. Да, да. То есть, я сейчас очень рада, что еще раз повторюсь, я, наверное, честно, я уже как бы за три года уже рассказала все, что я вам хотела рассказать людям. Вот, все остальное уже, ну, это не обучение бизнесу, где все меняется каждый месяц. Здесь все постоянно уже тысячелетия. Ну, да, как астрология, да, она там тысячелетия уже. Да, да. И поэтому вот я сейчас вот в Майбах 62 переупакую вот онлайн-курс, где будут только кураторы, и, соответственно, вот эти записи, они будут вообще по лунным дням выдаваться, потому что, чтобы практики были в пределах лунных дней. Вот, и у меня остается она в офлайне, это хилинг, и у меня еще клуб есть. Но клуб пока что мне не очень нравится. Вот у Черникова делала клуб, что-то как кобыли. Не получилось, да? Я не могу сказать, что не получилось. Он приносит выручки, наверное, ну, 350 тысяч в месяц где-то. Это нормально, и... Ну, копеечка, это же без затрат. Но, зная... Да, без затрат? Нет, сюда вот дальше... По-моему... Сколько средний срок жизни? Наверное, 250, что ли, было. Сколько средний срок жизни вот среднего такого клиента клуба? Я не могу сказать, потому что он был запущен в марте, и пока что еще все сидят. Все сидят? Ну, не гарантированно все, но там 80% еще сидят. 80%? А сколько платят? Вот, у нас сначала было 2 тысячи, сейчас подняли до 5, потому что... Типа, ой, нам не нравится на записи, давайте вживую. Но если вживую, то дороже. Но до сих пор, вот опять же, с Черником буду завтра встречаться. А что ты даешь им? То есть, что входит в клуб? Сейчас у нас получается 4 недели в месяц, в одну неделю приглашенный тренер какой-то, одну неделю воркшоп, я скорее всего веду. То есть, воркшоп, берем какую-то технику, ту же самую эзотерическую, и... Которую никак не доходили руки. Эзотерическую или чисто там практически, типа, напишите свои цели на ближайшие 5 лет. Вот. И вот они сидят, пишут, кидают мне в чат, допустим, я это проверяю и, соответственно, даю обратную связь, как правильно, неправильно было сформулировано. Вот. Дальше... Третья неделя — это медиташки. Какая-то тоже, то есть там целый вечер мы сидим и медитируем на какие-то темы, какими-то техниками медитируем. И там четвертая неделя — вопрос-ответ. Но у меня вопрос-ответы сделал, типа, как мастер-класс, то есть они кидают заранее все вопросы свои, я из них выбираю самые интересные, и делают также презентацию, и просто вкратце освещая этот вопрос. То есть просто твоего времени чисто во сколько, получается, уходит? Ну, увы, вот, считай... Три часа. Ну, если по два часа — три недели, шесть часов, а плюс еще надо подготовиться. Если рисовать... Поэтому тебе не нравится, что по времени много, да? Да. Шесть часов в месяц? То есть, как бы, понимаешь, в чем фишка, что я трачу столько же времени, сколько, например, примерно раньше я тратила на запуске, а выручка несоизмеримая? Ну, это вопрос, да, более правильно перезапакован. Ну, вот я сейчас у вас лагобани, как бы, ну, как бы переписываюсь. Да, рой высокий. Одно дело, когда у людей рой низкий, когда там 120 процентов, и чем новую аудиторию, им лучше окучиться существующая. Ну, вот у меня сейчас эта ситуация, потому что в клубе почти все там какие-то старички находятся. Вот. Новая аудитория плохо в клуб заходит. Давай я проясню вопрос для зрителей. Клуб — это одна из бизнес-моделей. Когда ты собираешь аудиторию, даешь им что-то такое в течение месяца, они платят ежемесячный такой FI. У тебя автоматически списываются в них с карты, да? Да, это, кстати, тоже большая сложность, потому что Россия не готова. Негативят они, да? Тяжело. У нас уже было три заявления о мошенничестве. Просто люди не разобрались. А оказывается, что когда в банк приходишь и говорят, что вот писали, то им начинают там объяснять, то они, как правило, говорят так. Ну, говорят, ну, если чтобы не разбираться, вы можете прямо сейчас написать заявление о мошенничестве, прямо сейчас мы вернем вам деньги, а потом будете разбираться, кто снял и откуда. Вот так. И я, конечно, прям, ну, такой стресс. У нас стресс, да, конечно. Ну, окей, интересно. То есть, получается, уроки, вебинар, клуб. И сейчас, получается, твоя главная цель – это перейти из такого тренера-предпринимателя в полностью предпринимателя. Ну, я все равно тренерства пока что оставляю, потому что, во-первых, я отдохну немножко. Во-вторых, у меня есть личная ценность как тренера. Мне еще есть, что рассказывать там, обучать. И, в принципе, ну, жалко людей этого лишать. И, в-третьих, все может произойти, да, могут и тренеры взбрыкнуть, и все это знают в продюсерстве, чтобы система не распалась. Какие у тебя отношения с тренерами? Хорошие. Ну, я имею в виду, договор подписанный или что? Да, да. У меня свой юрист в штате практически находится. Интеллектуальная собственность сейчас? Пополам. Ну, как бы, это, нет, это их продукт. Если это их продукт, то пополам интеллектуальная собственность. Ну, то есть, если вы расходитесь, ты можешь продавать их? Да, я могу продавать записи. Ты можешь продавать эти записи? Да, да. Но пока еще ни с кем не расходились. Ну, то есть, ты понимаешь, я насколько делаю тепличные условия, что, ну, это вообще полный дебилизм. Уйти от меня. Ну, да, 20 процентов – это очень хорошее. Ну, еще, опять же, учитывая, как я вылизываю. Прям реальная мамочка-мамочка. То есть, после всех запусков сразу же первым делом деньги выводим этому тренеру. То есть, вообще никаких, если не хватает денег или еще что-то, тоже там в счет там будущих продаж и так далее. То есть, прямо… Ну да, прикольно. Как вот ты сама чувствуешь, какой путь проходит клиент до того, как он у тебя в бизнесе покупает? То есть, ему надо посмотреть какие-то видео, чтобы с тобой познакомиться. Ему надо, там, купить этот Tripwire, там, небольшой дешевый продукт. Ему надо сходить на вебинары, обязательно, только после этого он купит. Вот типичный, который платит, там, 57 тысяч. Ну, примерно, в твоем, вот, именно, в твоем ощущении. Наверное, месяц. Что ему надо сделать, чтобы он тебя захотел купить? Да, посмотреть, посмотреть мои видео на YouTube, почитать мои посты в Инстаграме. Вот, и где-то, ну, месяц, может быть, немножко дозреть. И потом… Хотя у меня есть люди, которые, там, приходят на ТТ-хилинг и говорят, вы знаете, я уже три года за вами слежу. Вот, немножко рябла денег, наконец-то. Вот, купила билет в Москву, вот, прилетела к вам. Ну, это невероятно, конечно, приятно. У меня даже в школе висит огромная карта на всю стену, где у меня флажками отмечено, откуда люди прилетели. Это, вот, в офисе у тебя, да? А расскажи, вот, про команду, твою историю. Вот, когда ты начинала, ты начала одна, ты начала, там, читать, смотреть YouTube, изучать, там, англоязычный рынок. Как все происходило? То есть, смотри, ты еще… Ты знаешь, честно, откуда я тебя знаю? Я в 2014 году пришла на конференцию Just Click, и тогда я была еще не в Инфобизе. Я только, как бы, собиралась. То есть, у меня было оффлайн, и я принимала оффлайн, и я понимала, что пора выходить уже в онлайн более-менее. Я помню, я тогда купила этот билет на Just Click, пришла, там, сидела в первых рядах. Я помню, что ты там выступал. Вот, и сегодня с подругой это обсуждали. Она такая, ты к Сергею Капустино идешь? Я говорю, да. Он говорит, ой, он такой крутой чувак, типа, нам давно про него ничего слышно не было. Вот. И я говорю, что для меня это тоже некое так приятно осознавать. У меня в прошлом году был какой-то страх того, что Инфобиз завтра закончится. Ну, то есть, что что-то изменится на рынке, и надо делать сейчас. Надо делать сейчас. Вообще в России закончится? Или у тебя закончится? Ну, в России, например, да. Или у меня закончится, потому что эзотерика, да. Там все знают, что на эзотерику постоянно гонят. Ну, да. Моя, честно, вообще любимая фраза, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Ведь завтра это может быть уже незаконно. И я этим реально руководствуюсь. Вот. Поэтому я и в прошлом году работала там по 16 часов, пока это не стало незаконным. Вот. И, как бы, вот анализируя то, что я тебя видела еще там на сцене Just Click'а 3 года назад, и ты до сих пор еще в инфобизе, получается, что, в принципе, шарманка долго играющая. Раньше пытался и в оффлайне быть. Ну, да. Я сейчас полностью решил. Полностью. Ну, Серег, ты реально крутой. Мне вчера звонил клиент на миллион. Хочет купить пакет. Он говорит, я посмотрел, у вас Сергей, Сергей, у него такая история, я за ним слежу. И вот он сейчас хочет. Готов миллион приносить, чтобы Сереге консультацию раз в месяц получать. Окей. Так. По команде. По команде. Да, по команде остановились. Но потом просто потихоньку, ну, начала там. Ну, то есть у тебя был кабинет, ты там хилила, да? Да. Вот. И потом ты думаешь, типа, вот пора будет обучаться. Да, потом, ну, потом, да, у меня появилась личная помощница, которая просто на письма отвечала на все дела. Потом она у меня украла ноутбук и скрылась в неизвестном направлении. Вот. Ну, и потом просто стала обрастать там. Ну, то есть ты начала там, попробовала провести вебинарчик или как у тебя, какие первые шаги сделала? Я обратилась к Роману Шляхову, и я ему написала, он позиционирует себя, что он помогает, как бы обучает, как нужно развиваться эзотериком в интернете, продавать свои услуги. Я ему тогда написала, помню, что хочу к нему, он сначала вообще не поверил, потому что он написал на мои фотки. На ведьму не похоже. Нет, не на ведьму, аж типа фейк какой-то. Ну да. Вообще девочка. Вот красивая, молодая. И он такой пишет, я говорю, мне нужен только личный коучинг, потому что я очень быстро учусь. То есть, в принципе, я в группах никогда не обучаюсь, я очень быстро учусь. Я говорю, мне нужен личный коучинг. Вот, он такой мне говорит, окей, мне личный коучинг стоит, типа, тогда еще 150 тысяч рублей стоит, ты платишь. Я говорю, я с тобой работаю до тех пор, пока ты не сделаешь суммарно выручку в 300 тысяч рублей, ну через онлайн. Вот, я такая, ну окей, говорю, но вы понимаете, мне 300 тысяч неинтересно, я уже тогда работаю в офлайне, 150 зарабатывала. Говорю, мне это как бы неинтересно, а я хочу миллион. Он такой, я такая, в месяц. Он такой, ну, ну ладно, он говорит, ну как бы у вас такая история интересная, и вообще вроде, ну, можно, окей. Вот, я такая, отлично, и да, кстати, сейчас у меня нет 150 тысяч, поэтому заплачу просрочку. Я не умею торговаться, но тогда такая ситуация была. Ты его обояла? А? Я не знаю, может быть. Ну, значит, он согласился. Да, но я думаю, может быть, не обязательно как женщина бояла, а просто с кейсами и историями. Испугался. Вот, ну просто так было напориско. Но не было других, других вариантов. И я тогда ему сказала, я говорю, вы не пожалеете, потому что пройдет время, и к вам будут приходить обращаться, говорить, я хочу. Ну, кстати, в такие истории веришь. То есть, когда вот есть, видишь контраст такой, ты понимаешь, она классно продается, такая история. Плюс человек говорит, слушай, мне твоих там 150 тысяч, иначе ни о чем. Это там, или 300 вернее, да, а мне миллион в месяц. Я такой, блин, верю, готов. Вот, и я говорю, что вы не пожалеете, придет время, когда к вам будут приходить, и говорить, я хочу, как от Renforce. Это время настало через 4 месяца. Ага. Круто. Да, тоже, ну это круто, это быстро. На самом деле было бы сильно быстрее, просто он как-то на меня не давил. Вот, и я что-то так, то есть, уже прошло 3 месяца, и не было еще ни одного вебинара. Тебе пришлось себя самому на нем говорить. И я такая, да, и я такая, все, типа, я сама говорю, завтра у меня первый вебинар. И все, и у меня до сих пор этот вебинар продается, и я вот недавно его доставала, монтировала. Лучше прям тоже такой как бы выразительный перемен. Так кто команду у тебя? Команда, смотри, у меня сейчас технарь. В январе этого года я полностью поменяла всю команду, полностью. То есть я была просто, я осознала, что все настолько ужасно, что я ничего не контролирую, что мне со многими людьми тяжело общаться. Плюс две продажницы, которые у меня были до этого, на удаленке работали как-то сами по себе, потому что не было ни ропы, и руки не доходили, я вебинарами занималась. Оказалось, что они там хорошенечко воруют. Вот, да, пришлось с ними расстаться, с этими людьми. С технарем тоже пришлось расстаться, короче, со всеми рассталась. То есть у тебя была онлайн-команда? Ты поняла, что это какая-то лажа, да? Да, да. И я до сих пор так считаю. То есть я рада, что у меня офис в Москве, и у меня команда сама приезжает в офис. То есть, ну, просто проще приехать и договориться всем на месте, вот сделать. А до января они все были в удаленке? Да. А сколько зарплатный фонд, если не секрет? На данный момент суммарно зарплатный фонд, по-моему, 350 тысяч у меня в фото. А, 300 тысяч для московского офиса? Ну, это нормально. Где-то в фото, примерно. У меня просто сейчас, у меня просто добавилась еще одна позиция маркетолога, вот, еще полтинник, и еще там что-то добавлялось, посмотреть. Вообще-то нет, суммарно у меня расходы где-то 800 тысяч в месяц. Это аренда, фото и еще там какие-то типа интернет. Но без трафика, да? Да, без трафика. Трафик только сейчас, вот, по сути, подключились. Интересно. Потому что нужно все менять, всю систему, что я просто окочурюсь уже, так пахать вести. У меня было в прошлом году, ровно год назад, я вела по четыре вебинара в неделю. А, это да, жестко. Ну, это все проходили. Это все через это проходили, да. Два обзвончика у меня, Project, Технарь, сейчас появился маркетолог. Вот, у меня же, у меня же план после Майбаха, в этом году на 30 дней уйти в отпуск. Вообще. То есть, вот, 30 дней, я не знаю, как это будет, но к этому нужно стремиться. Я прям счастлива, когда людям не нужно говорить, что надо делать. То есть, они мне сами такие, там, в воскресенье звонят, начинают грузить, что от меня нужно. Я говорю, ребят, разберитесь сами. Я дрался в прошлом году, я где-то прочитала. И потом, когда проанализировал свой бизнес, реально, вот, если, если ничего не решать, вообще ничего не решать, то 80% проблем в бизнесе решаются сами. И это реально так. По команде кто-то еще есть? Ну, у меня есть водитель, в принципе, я его все-таки считаю в команде, потому что без него как без друг. Потому что, ну, опять же, я девочка, вот сейчас у меня, да, там, в субботу были съемки. Вот это вот все сумки с реквизитом, со светом, с камерами, хрен кто это, таскал бы, если не я. И он такой. Вот я его тоже, как бы, сманифестировала. Вот, когда я сначала купила машину, а потом целый месяц делала собеседование с водителями, поняла, что это жесть. Вообще личного водителя анреал найти. Сколько ты ему плачешь? А он у меня зарабатывает 70 тысяч. Вот сейчас он, как бы, у него, там, типа, тоже финансовое образование. Он говорит, Кать, мне вообще, честно говоря, надоело крутить баранку. Ну, 32 года. Давай я тебе буду финансовым директором? Ну, так как у него по-любому до этого, как у личного водителя, был доступ к моим картам, ну, там, разным, в принципе, он там переводит. Не я уже перевожу деньги ко мне, а он переводит. Вот. Там, плюс еще по каким-то вещам там помогает. Ну, это очень прикольно, когда ты какого-то такого человека, чтобы водитель. У меня в кнопке жизни тоже, я взял у себя водителя, потом он стал моим персональным помощником. Да. А он, оказалось, водит плохо, и мне каждый раз тошнило. И, как бы, получалось так, что я не могу ехать с водителем. Я сам сел, а он начал. До сих пор в кнопке жизни работает. Ну, хорошо, хоть его, этот. Прикольно. Тебя от его работы не тошнило. Да. Вот он 7 лет уже работает, а, ну, поездил водителя, ну, я не знаю, на неделю максимум. Интересно. Такой карьерный рост, да, взрывной? Да. А он, ну, кстати, нет, это у него дауншифтинг. Он раньше у Прохорова и у Пытани он работал личным ассистентом. А, ну вот. Лайфстайл. Вот многие идут в инфобизнес, ну, мы просто не используем это слово все на стороне. Потому что оно замыленное. Да, оно замыленное. И оно с негативным отсеком. Да, да, да. Поэтому мы стараемся быть позитивнее и использовать другие слова. В общем, многие люди идут в интернет-образование, мы используем такое слово, потому что хотят какого-то лайфстайла, чтобы постоянно путешествовать, там, отдыхать, еще что-то, еще что-то. То есть это не твой путь, да? Или как ты решила? Наверное, я тоже сначала была такой наивной девочкой. Или ты это прошла? Я скорее это прошла. И, да, естественно, есть возможность хоть постоянно путешествовать. Но, во-первых, я уже напутешествовалась в своей жизни достаточно. То есть это тебя не мотивляет? Это меня не мотивирует. Путешествия меня не мотивирует. Ну, как бы в этом проблем нет. Плюс, как ни крути интернет, и когда я там путешествовала, придя в интернет-образование, путешествовал, при этом пыталась работать, это вообще ужасно. То есть вечно с интернетом проблемы, вечно нужно ругаться на эту тему. И приезжаешь на место и ищешь решения, вот сейчас я в Турцию улечу на месяц отдохнуть. Мне тоже там объявили, что там ужасный интернет. Что делать, не знаю. Блин, хоть возвращаться каждую неделю в Москву и здесь работать. Ну, как-то вот из-за этого ужасно. Если бы интернет был нормальный, то в Америке только был хороший интернет вообще, где я путешествовала. Вот у меня там в Америке, я в Нью-Йорке вела вебинар. Кстати, вообще сам по себе ролик набрал 50 тысяч просмотров. Вообще просто. Запись вебинара. Запись вебинара, да. Я ржу, и я думаю, что из-за того, что я там декольте вела. И там все коменты в стиле такие, что типа, ой, я вообще там не слышу, что она говорит. Нет, вот ее выебать бы и вот это все. Вообще отлично. Надо подписать на твой инстаграм. Да, давай его как-то подытожим, может быть, какие у нас выводы после интервью, какие инсайты. Мы вначале Катю назвали кем? Женщина-воин. Женщина-воин. Женщина-танк. Да, идет, визуализирует, зарабатывает. При этом все равно даже танку нужно топливо, а топливо для нее это мотивация, целями. Майбах, потом вот сейчас квартира, сто метров, хамовники. И танк сейчас, бруруруру, сейчас снова пойдет. Автовороночку крутите, да-да-да-да. Поэтому для меня важное такое, ну, очередной раз в доказательстве, что важно осознавать себя, свои цели и вот кому чего по кайфу, тот и должен делать. Вот у Кати есть шанс там найти спонсора мужа, да, с такой красотой, с такими формами. Да, если вы смотрите это видео, вы зарабатываете больше десяти миллионов рублей, обороты или чистыми? Рекламная пауза. Рекламная пауза, надо подумать. Катерин думает про... Чистыми, желательно чистыми, но можно и обороты там договориться. Ну, вы помните, что у нее есть жеребец пять метров, сможете конкурировать? Пять с половиной. Пять с половиной. Да, пишите, пишите нам под видео. Помните, размер имеет значение как вашего кошелька, так и вашей машины. Друзья, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, оно было полезно и интересно. Поставьте, пожалуйста, ваш лайк, сделайте репост, расскажите друзьям о том, насколько рынок онлайн-образования интересен. А самое главное, помните, что и вы можете добиться таких же результатов, и вы можете создать свою онлайн-школу. А для этого подписывайтесь на наш канал, следите за новостями и знайте, что у нас всегда самые лучшие спикеры, которые делятся своим опытом искренне и честно. И еще здесь под видео есть ссылочка на пошаговый план создания онлайн-школ и приглашение на вебинар, где мы делимся тонкостями онлайн-образования и более четко рассказываем о том, какие шаги нужно предпринять, чтобы и у вас была своя онлайн-школа. Не приключайтесь, подписывайте, лайкайте, шерпьте, комментируйте. Будем на связи.